Даша, тяжелая получилась сегодня игра или нет? Нет, игра не тяжелая, но играла, хотелось бы, чтобы мы сыграли лучше, чтобы больше забили и чтобы командная игра была более-менее. А больше понравился первый или второй тайм для вашей команды? Да, в принципе, оба были одинаковы. Команда соперника говорит, что ты умеешь профессионально зарабатывать фолы, правда это или нет? Или это только в этой игре так было? Нет, умею, уровень опыта, но не знаю, когда поставят все-таки. Скажи, пожалуйста, в целом сильные стороны у соперника? Ребята только начинают первые шаги в футболе, что бы ты им посоветовала и что бы ты отметила у них? Хороший вопрос. Я бы им посоветовала больше тренировок играть и чтобы у них игра была более сложная. Тебе сегодня удалось забить? Голевые пасы? Не помню. Я не знаю, но мне хотелось очень много. Ну и если взять вот все-таки какой отрезок игры, какие 10 минутка была самая такая для вас интересная в этом матче? Наверное, когда нам забили второй, мы поджали. И уже, ну, поэтому дело было, что надо забивать еще, потому что хватает больше тренировок играть, гораздо больше. Спасибо большое. Ну, спасибо. Скажи, пожалуйста, сегодня получилось дерби, такой настоящий классный матч с обилием голов, моментов. Ну, все было интересно. Какие у тебя впечатления от игры? Ну, команда Волока очень хорошая команда, мы с ней играем уже третий раз. Первые два нам не получилось победить, но наконец-то у нас первая игра против такого принципиального соперника. Ну и плюс, это первая игра в этом турнире. Только в четвертом туре у нас получилось это сделать. Поэтому радуемся первым трех очкам и готовимся к следующим играм. Благопогода сегодня была хорошая и все хорошо получилось. Первый или второй тайм тебе больше понравился? Первый, конечно, потому что разница мячей была. В первый тайм мы сыграли намного лучше, особенно вторую часть первого тайма. Мы взяли мяч под контроль и у нас все получалось. Играли больше от защиты и не давали сопернику ничего сделать. Сильные стороны соперника? Ну, это сплоченность. Это очень трудолюбивая команда. Они всегда друг за друга. Да, где-то футбольных качеств не хватает. Может быть, ребятам. Но они именно команда. Они отдачат за счет своей дружбы и за счет сыгранности. Как для зрителей, матч получился идеальный. Хорошее дерби, много голов, много моментов, эмоции. А вот для вас, когда получился минус 3 очка, но все равно вы набираете ход, в будущем будут победы. А вот какие впечатления об этой игре? Впечатления об этой игре, как по мне, команда вышла довольно расслабленно. Недооценила соперника. Потому что до этого команда УЛК, они проводили пару матчей товарищеских с Альфой. Один матч выиграли, один матч сыграли в ничью. Они вышли очень расслабленно и, соответственно, из-за этого пропустили много мячей. Первый или второй тайм? Для вашей команды, в первом таком я понимаю, что было много пропущенных мячей, да? Да. С чем это связано? Почему второй тайм уже стал другим? Второй тайм стал другим, потому что, ну как сказать, команда уже в первом тайме пропустила 6 мячей. Уже половина, все, поток пожаров, ну то есть огонь в глазах. Из-за этого, собственно, все вышли очень расслаблены. Уже было всем, ну, по барабану выиграют они или проиграют. И еще такой вопрос. Если бы все-таки была возможность сейчас изменить, вернуться на час назад, что бы было, кроме вот этой расслабленности, что бы еще изменить? Серьезность и настройка в игре. Потому что выходить настолько веселыми и не собранными нельзя просто. Тогда будем постоянно вот так проигрывать. Можно ли сказать, что этот первый гол сыграл с вами злую шутку? Что вы в забиле были уже уверены, что победа? Да, да, думаю, да. Ну, спасибо большое за интервью. В целом, какие впечатления от игры? Хороший матч, много голов. Первый, второй тайм. Ну, и что понравилось? Какая команда и его команда соперника сегодня? Да, все старались, все молодцы, вылаживались. Не знаю, у нас много чего не получалось на самом деле. Давно не играли, собрались. Ну, то, что есть пока на третью игру довольно неплохо. Соперники тоже молодцы, играли, старались. Я, конечно, не знаю их возможности, но они играли хорошо до последнего. Две команды пытались победить. Вот и все. Саша, скажи, пожалуйста, какие впечатления от матча? Что получалось, что нет первого, второй тайм? Ну, и какая вот 10 минутка была самая интересная как для зрителей, так и для вашей команды? Ну, для нашей команды была самая интересная 10 минутка. Это конец второго тайма. Мы там проиграли 1-0, потом в конце выиграли 2-1. А потом дается на перерыв большой. Было очень сложно бегать, несмотря на то, что у нас была одна замена, у ребят не было. Очень много моментов. Особенно в первом тайме просто критически большое количество моментов, которые мы не реализовывали. Не использовали мокрый мяч, можно было бить далека. Ну, не знаю. Тут и у ребят было много моментов, и у нас много моментов не реализованных. Поэтому у них получилось на один гол больше. Скажи, пожалуйста, как в целом впечатление от игры? Первый, второй тайм, что понравилось, что не очень? Вообще отличная игра, мне понравилось. Как бы ребята сыгрываются, набирают обороты. Как команда становится лучше и лучше. Команда, оппоненты, короче, с кем играли. Тоже неплохая команда, ребята. Были моменты, конечно. Пришлось выложиться где-то. Где-то по благодати прошло. В общем, класс. Спасибо. Первый или второй тайм тебе больше понравился? Мне больше понравился второй. Сильные стороны соперника? Ну, они сыграны. Они, когда чувствовали, что они проигрывают, они больше пошли в наступление, в атаку. Ну и в целом, что сегодня понравилось тебе в твоей команде? Ребята сыграли, выложились. Ну, как команда сыграли. Как каждый по отдельности и как команда в целом сыграли отлично. Матч с покров божий получился интересным, но не в вашу пользу. Что вот не хватало и чтобы можно было изменить, чтобы все-таки победить в этой игре? Ну, у нас проблема со сбором была сегодня небольшая. А так, в принципе, ну, мы допустили много ошибок с своей стороны. Угу. Необязательные. Вот. А потом уже кинулись отыгрываться. А если взять первый, второй тайм, какой интереснее? Ну, наверное, второй. Нам надо было забивать. Мы открывались больше. Приходилось что-то придумывать. А с чем связано, что у вас на воротах стоило, ну, несколько человек? Не один воротарь? Ну, потому что не было человека у нас, ну, в связи с бором. Нам приходилось меняться на воротах. Угу. У нас был такой полуполевой вратарь сегодня. Сильные стороны соперника? Ну, они такие жесткие ребята. То есть они неуступчивые. Угу. Да, и техничные. Там у них пару человек есть техничные, которые ведут игру. Опять, скажи, пожалуйста, команда «Сигнал», команда, которая, ну, несмотря на результат, то есть играют молодежь, старается, ну, не получается победить. Вот что бы ты отметил у них? Что тебе особо понравилось? Ну, я смотрю, что команда защищается грамотно. То есть они стоят, что, несмотря на даже на наше преимущество, то есть не удалось. Были команды, которые, скажем так, и повзрослее и прочее могли больше и легче было их закатывать. Тут, конечно, надо дать должное, что ребята играют, несмотря на то, что проиграют. Видно, что они растут. Ну, с того матча, с которого я видел, они тактически выросли, они не расстраиваются. Я желаю им, чтобы они наконец-то добыли свои желанные победы, свои желанные очки. И молодцы, пусть продолжают в том же духе. Вот, я думаю, у них когда-нибудь все получится. Леш, победа команды Катран далась тяжелой или нет? Как что? Победа команды Катран далась тяжелой или нет? Конечно, да. Можно посмотреть на хронологию событий и на результат. Конечно, конечно, это была тяжелая победа. За счет чего победили, как считаешь? За счет организованной игры сзади. Если сравнить первый-второй тайм, в чем отличие, в чем разница? Одинаковый тайм абсолютно. Мы договорились, как мы будем играть. Организованно сзади ловить соперника на контратаках. Мы выполнили полный итог. Скажи, пожалуйста, сильные стороны соперника. Тут абсолютно новые люди. Полная целая пулька, насколько я понимаю. Хорошие ребята техничные, но слишком много, как у ПСЖ, с индивидуальных действий, а командных действий маловато. Денис, скажи, пожалуйста, проиграли вы сегодня команде Катран. Была равная игра. В принципе, для зрителей классная, потому что играли сильные команды. До последней секунды была борьба, но победа у соперника. С чем связано это? Ну, связано немножко со сбором команды. То есть не хватило замен. Плюс новые игроки были, те, кто вливался в коллектив, поэтому не совсем клеилась игра. То есть разные темпы были. Старались то, что смогли, сделали. То есть, в принципе, молодцы, поборолись. И игрой довольны вы? Да. Первый или второй тайм тебе больше понравился? Ну, первый поинтереснее было, потому что борьба была во втором. Как-то уже наши не возвращались. То есть были моменты, когда можно было пропускать больше. Так что уже сил не хватало просто. Угу. Сильные стороны соперника какие? Ну, сильные стороны соперника то, что у них собранная команда. То есть собрались, пришли молодцы. 6-6. Счет неожиданный, наверное. Для вас, с одной стороны, и приятный, и не очень, потому что вы проиграли 4-0, но в итоге, да, то есть могли переломить ход событий. Начнем с этого за счет чего? Потом выйти вперед и пропустить на последней секунде. Ну, игра спадалась. Ну, на нашу карту началась. Мы уже в первой этапе пропустили. Такий трохи курьезный гол. И чуть-чуть посипались. Было все здорово. Розигровались стіночки. Они у них проходили. И начали они супер здорово. 4-0. Потом мы как-то немного, не знаю, расслабились. И начали чуть-чуть заходити свои моменты. Начали их реализовывать. Суперник нас не дооценив, мабуть. И начали нас догонять. Сменили хороший кураж у нас, чтобы в другом тайме. Начали все, по суті, залетать. Через это вийшли вперед. Но было очень тяжело. Без замен. У нас плюс гулки первилетов. Довелося дограввати останні холин 9-7. Без замен. И нам было очень тяжело. Десь суперник все-таки награв на этот гол. Чтобы была закономерная ничья. Потому что они играли здорово. И то так же поразки не заслужили. Я думаю, они получили гарный урок. Чтобы больше не расслаблялись. Мы, в принципе, будем в роздягании на позитивном настроении. И все-таки играли здорово с таким сбором. И показали достойную гру. Я, в принципе, задоволен. Получилась хорошая игра. Первый тайм вообще был абсолютно равным. Но вы начали пропускать голы. Много боролись. Но не получилось. С чем связано? Какие сильные стороны соперника? Они очень сыграны. Они хорошо играли в пас. И они менялись игроками постоянно. У них была смена игроков. И они у них хороший, короткий, быстрый пас. Они играли. И они нас этим, можно так сказать, выиграли. И... Хотя замен вроде бы у нас было поровну тоже. Но... Они как-то более готовы к такому турниру. Более опытные. Плюс у них еще есть хорошая, замечательная девочка в команде. Которая умеет хорошо зарабатывать полы. И, в принципе... Они молодцы. Нам надо еще много учиться и работать. Я из-つ space про... И, в принципе. Продолжение следует...